Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В августе он должен представить свои предложения по расположению ларьков. Также Фролов рассказал о других вариантах распространения печатной продукции в городе. В частности, чиновники готовы предложить для ее реализации несколько торговых точек, в том числе в одном из помещений на Театральной площади. Также достигнута договоренность об открытии в Кирове магазина печатной продукции Новоровского 101. Это почти напротив бывшего магазина Роспечати, который сейчас выставлен на продажу. Перед закрытием магазина в городе, напомню, перестали работать и киоски с печатной продукцией. Собственник разобрал их, заявив о нерентабельности бизнеса. Программа Экономика. Кировские депутаты смогут тратить на наказы избирателей в полтора раза больше. С 2023 года увеличатся суммы на работу депутатов в округах. Решение об этом было принято на заседании Гордумы. Если сейчас сумма на округ составляет 4 миллиона рублей, то в новом созыве дадут по 6 миллионов, то есть по 3 миллиона на депутата. Из бюджета вместо 72 миллионов рублей выделят 108. На что тратить деньги, депутаты решают сами. В этом созыве они договаривались направлять их на замену окон в детских учреждениях. Также в числе приоритетов депутатов разных созывов – благоустройство и детские площадки. В Кировской области выросла доля белых зарплат. Об этом говорят данные, представленные службой исследований Headhunter. Ее специалисты выяснили, как жители Кировской области получали зарплату на текущем и последнем месте работы. Официально или нет. 58% опрошенных сообщили, что их зарплата полностью официальная. 7 лет назад доля таких ответов была меньше на 3% пункта. Еще 25% работников получают так называемую серую зарплату. Частично официально, частично нет. У оставшихся 70% вся зарплата черная, то есть полностью в конверте. Что интересно, неофициальную зарплату получают в основном молодежь от 18 до 24 лет. Среди людей в возрасте от 55 лет 74% имеют белую зарплату. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 60 рублей 22 копейки, евро ровно 61 рубль. Мария Прожевникова, новости экономики в Кирове.